Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 4 часа 28 минут, 01.11.2016 года. В данном ролике будет озвучена информация, которая не вошла в ролик-интервью для канала Enigma. Я увидел положительный комментарий, что ролик очень хорошего качества. Ну да, потому что делал его не я. Причем произошел интересный курьез, когда Алексей записывал интервью. И потом прослушал звуковую дорожку, выяснилось, что мой голос полностью весь исчез из его записи. Остался только его. И так как многие знают, что я параллельно дубелировал нашу беседу диктофоном, благодаря этому появился ролик-интервью для канала Enigma. Еще хотел бы обратить ваше внимание, в ВКонтакте есть чудесная группа, называется Родник Лада, куклы обереги. Я обращаю внимание на данную группу исключительно по собственной инициативе. Ссылку оставлю в описании. Пробую, если не забуду, и в сам ролик. Вмонтирую ссылку и название этой замечательной странички. Как со мной поделились замечательные люди, создатели этой странички, что есть куколка, которая называется Пробуждение Ярилы. Парадокс Ярилы заключается в этой куколке в том, что кукла держит сразу три солнца. Вот такая интересная находка была сделана, которая сохранилась в наших древних знаниях в виде кукол. Наши предки через кукол передавали истинные наши знания. Матрешки, Юла и так далее. А с вами был Вячеслав Котляров. У меня все хорошо. Всего доброго и приятного прослушивания. А какой-то будет канал на Ютубе? Да, ну он как бы еще небольшой, канал Энигма. Ага. Вот, я потом как бы, если хотите, ссылку дам. И еще я, наверное, на ваш канал, соответственно, дам ссылку. Да, спасибо. Там можно на Т, для удобства, чтобы... Да, было бы намного проще. Да, 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 я всегда стараюсь перейти. Возможно, если так... Ну, это гуглю, я... Ой, в смысле, Ютубе, Энигу. Я постоянно как бы... Ага, молчит. Значит... Выдала только песни, а самой, к сожалению, самого канала Ютуб не выдал мне. Поэтому... А, вот, Энигма-тема, да? Или нет? А, нет, это музыкально. Сейчас, если загрузится интернет, то я скинул. Я всегда стараюсь оригинальное давать название. На чем остановились? А я сейчас включу, я тут звуковую дорожку писал. Так, сейчас. О, как раз я сейчас на фамилию лектора посмотрю, чтобы... Я начал про лектора, значит, книга... А, Тугутов, который называется еще... Лакшми, наверное, да? Да, да, да. Тугутов его фамилия, да? Ну, вот. Вот он подробно рассказывает... Ну, как рассказывает? То, что ему посчастливилось выучить это, то, естественно, он и делится соображениями. Если это сейчас идет запись, я всегда подчеркиваю, что мои знания не берутся из земных библиотек. Не берутся из интернета мои знания. Причем, всегда настаиваю, пожалуйста, проверьте, попробуйте, как говорится, уважаемые слушатели и зрители, найти то, что я озвучиваю в земных библиотеках. А самое главное, что мне постоянно говорят, что я не первый, найдите, кто был первый. Невозможно найти. Я просто знаю, что этого человека за последние 200 лет нету, который бы это все рассказывал. Максимально истинное положение вещей, конечно, полностью строение Вселенной нам, муравьям, не обязательно знать, но то, что, пересеча антарктический круг, мы окажемся в абсолютно новых землях, это должен знать каждый, как говорится, школьник, каждый ребенок. Это истина, которая, как мне, как кто-то пошутил, понравилось в комментарии, что опровергать знания Колярова, это равносильно, что опровергать истину. Кстати, довольно-таки забавный ролик. Это сейчас запись идет или это? Сейчас, да. А, замечательно, да. А, великолепно. Сейчас выкладываю ролик, где он появится, скорее всего, только в Одноклассниках и ВКонтакте, так как правила Ютуба очень суровы. И ролик будет называться «Телевидение», ну, я сокращенно ТВ написал, «ТВ подмазывается к догме Котлярова». То есть, в этом небольшом 5-минутном ролике они уже освещают на телевидении очень аккуратно то, что я рассказываю на своих каналах. То есть, они уже затрагивают сотовую модель, рассказывают. Понятно, что они там все неправильно говорят, но то, что они это объясняют зрителям, своим и слушателям, что погодные эффекты происходят за счет того, что эта сотовая структура уже легче. То есть, в данном ролике будет нам, зрителям сказано, что ученые только недавно выяснили, что есть ветра, которые имеют сотовую форму. И вот эти ветра необычные, они прилетают в Бермудский треугольник, и поэтому в Бермудском треугольнике гибнут корабли и самолеты. А те, кто не смотрел ролик «Тайна Бермудского треугольника раскрыта», посмотрите. Я там, если в двух словах сообщаю, что это гибель самолетовых кораблей в 98% случаев, это человеческих рук дело. Собственно, как и все землетрясения, это человеческих рук дело. Цунами, торнадо, тайфуны, это тоже в 98% человеческих рук дело. То есть, общие принятые и признанные наши стихийные бедствия в 98% это человеческих рук делов. Возьмем, к примеру, лесные пожары. Ни для кого не секрет уже, или для многих не секрет, что в Сибири пожары создаются не сами по себе. То есть, по тайге бродят люди с канистрами пластмассовыми, в которых находится бензин. И разливают этот бензин, делают, так сказать, поджоги. Таких людей немало. Работают эти люди каждый сезон. Их с каждым годом становится все больше и больше. Поэтому, кто не знает, я с полной ответственностью заявляю. 98% лесных пожаров в мире происходит потому, что это сделал человек с канистрой. Вот. Еще какой-то вопрос? Да я не спешу. Можно и час, и два. Раз такая тема. Как удобно по имени обратиться? Ну, Алексей. Алексей. Дело в том, что бывают звонки разного характера. Я же не предполагал, что звонок будет серьезный. Потому что бывают звонки, и такого плана... Здравствуйте, а скажите мне, как отколупнуть радугу, как я шучу. Да, или из чего сделано солнце. То есть, если... Да, да. И есть. Звонят это люди, и получается, я трачу время на... Не понятно на что. Так, на что еще можно так ответить? Вот, например, земля, она, получается, состоящая из ячеек, но на... Я так понимаю. Так, значит, по умолчанию, несколько миллионов лет назад, наша сота была полностью земляная поверхность, полностью. На ней не было ни морей, ни океанов. На определенном этапе в нашу соту соседних ячеек, ради полезных ископаемых, прилетела высокоразвитая цивилизация, условно даю им название Кавачи, которая по сей день трудится. То, что мы видим, появились моря и океаны, это все их титанический труд. Ну, буквально, мы переносно вам слышали. Это титаны, это киборги, это терминаторы своего рода. То есть, они не знают ни сна, ни отдыха, они как круглосуточно вырабатывают нашу землю. Забегая вперед, вся поверхность нашей соты, если мы не остановим их Кавачи, ну, мы основных захватчиков не можем пока остановить, а Кавачи это будет вообще проблематично останавливать. Вся наша земля превратится в водную гладь. И, как я всегда подчеркиваю, фильм «Водный мир» Кевином Клёснером не будет казаться таким фантастическим. Вся фантастика не фантастика. Дело в том, что есть ячейки, где Кавачи поставили жирную точку в ее выработке, и появилась водная поверхность там полностью. Благодаря тому, что они так интенсивно трудились, вот представьте, полный пласт земли, и они, естественно, начинают... На этой земле один контур обозначили, второй, третий, четвертый. После обозначения этих контуром, перед нашим рядовым взором обозначаются материки. Таких материков в истории было очень большое количество. Многие материки дошли до нас. Это Даария, Пацифида, ну, Даария еще, по-моему, Гиперборея называют. Континент Мо, Лемурия, легендарная Антлантида, это не вымысел. Все эти континенты пошли на дно. Следующий континент, который пойдет на дно в ближайшие годы, ну, может, 200-300 лет, а может и раньше. Это Америка. На данный момент, если мы посмотрим на Америку в разрезе, то это перевернутая пирамида. Даже мы, люди, если долбанем по этому перешейку всем ядерным арсеналам, которые у нас есть, он переломится и континент пойдет на дно. Но нам долбить не нужно. Ковачи работают и днем, и ночью. Полезные ископаемые, они вывозят соседние соты. Раньше они немножко поступали по-другому. Отходы, как мы знаем, есть сайт Асгард. И автор этого сайта сообщил нам, что вот эти гигантские пеньки, это остатки гигантских деревьев. Ну, во-первых, высота купола не позволит такому гигантскому дереву расти, это раз. А во-вторых, я уже в том ролике сказал, что тайна кремниевых лесов раскрыта. Что это из гигантской, скажем так, условно назовем мясорубки бетонной, выливался бетон-фарш, который заставал в воздухе в виде сот. То есть они в начале отхода просто скидывали у нас, как кучки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Сейчас отходы они аккуратно сбрасывают. В основном они сбрасывают в пустынях. Собственно, за счет этого и пустыни появились на самом деле. То есть нам ученая, даже современная наука говорит, пустыня Сахара каждый год увеличивается на километр. А мы теперь с вами, уважаемые слушатели и зрители, знаем, она увеличивается на километр только потому, что изна океана подымает землю. И у них технологии настолько уникальны, что они эту землю умудряются высушить до состояния песка и высыпать, так сказать, в пустынях. Вот, поэтому все, что мы видим, это все полностью... И материки даже, помните, как я в самом первом своем ролике пошутил 25 апреля этого года, что я не знаю, честно, кто выкопал Черное море, но то, что его выкопали, это однозначно. Яркий пример Аральское море, которое также было выкопано, которое погибло, высохло, потому что оно было искусственное. Все искусственное. Вот, я пока все жду вопросов. Вообще, мне вот всегда казалось, например, еще с искусства географии в детстве, что мировые океаны занимают гораздо меньше площадь, чем я вот сейчас смотрю. То ощущение, что раза в два, как будто они на самом деле больше. Получается, что суша занимает, условно скажем, третью часть. Даже может четвертую или пятую, а я думал, что где-то соотношением, если не один к одному, то, по крайней мере, там, один к полтора. То есть, может так быть, что за какое-то время, получается, вот это соотношение увеличилось. То есть, как будто суши стало меньше, а океана больше. Это можно как-то, ну, так сказать, в короткий промежуток времени увидеть вот эти изменения. То есть, там, за 10 лет, за 20, за 30 лет. То есть, изменение ландшафта, то есть, увеличение количества воды на Земле. И, соответственно, уменьшение суши. Да, все зависит от тех, кто, как я говорю, день и ночь трудится. То есть, если им придет подкрепление, они будут еще более серьезнее трудиться. Допустим, есть же вообще еще другие вещи, которые появился ни с того ни с сего, там, в районе Черного моря. Это огромный кусок земли за ночь. И вода отошла на несколько километров. Это где-то 5 лет назад, по-моему, это сообщение появилось. Показали видеосъемку. Вот смотрите, как было. Здесь еще вчера был берег, а теперь берег отошел. Причем он отошел не потому, что море опустилось, а потому, что огромный пласт земли появился ниоткуда за ночь. Ну, я детально не копал происхождение этого пласта, но главное, что это имеет место. Поэтому, естественно, можно увидеть это в теории. Но на практике маловероятно, что, скажем так, в течение века человек может, скажем, зафиксировать это изменение. Ну, нет, в течение века возможно. Нашим потомкам, конечно, будет очередной потоп, когда очередной континент, в данном случае Америка, пойдет на дно. Естественно, вода подымется и пойдет по всей Африке, по всей Азии. Правильно говорить, Асия. Вот, по-моему, на англоязычных картах до сих пор на некоторых сохранено истинное название. Не Азия, а Асия. Вот, также вся Австралия может оказаться под водой. Вы же, все уважаемые слушатели и зрители, обратите внимание, что Австралия идеальная поверхность, как лист бумаги. То есть, такое ощущение, что гигантский ковш просто прошел по всему материку и идеально снял поверхность. А если Австралию изучать, то там можно найти уникальные дороги, которые длятся на многие сотни тысяч километров. И в ширину они немаленькие. Собственно, эти дороги можно находить не только в Австралии, но и в Сибири, по всему миру. Происхождение этих дорог старается скрывать. Вернее, не происхождение, а вообще существование этих дорог. Надо стараться скрывать, в частности, в Сибири. Но есть замечательные ролики, если не ошибаюсь, на канале Валерия Иванова. Там есть два ролика, где он подробно показывает, рассказывает эти гигантские дороги, которые... Ширина дороги, допустим, 100 метров. Вот какая техника ездила еще сравнительно недавно. Вот сегодня, допустим, я построил ролик. Уважаемый Юрий Тимовский, ТМ-студия, снял разоблачительный момент про одного исследователя. Ну, я сейчас как бы не буду... Все поняли, про кого он сказал, но он не озвучил. Значит, Юрий, в принципе, во многом прав. То, что он показал в ролике, так и есть. Единственное, что Юра заблуждается в том, что на самом деле была 200 лет назад ужасная катастрофа, о которой, скажем так, осталось немало артефактов. А, ну да, я помню, я смотрел такой ролик. Вот, ну, сегодня я посмотрел, то есть он выложил очень много хорошего информации, если он самостоятельно ее накопал, это очень хорошо. Если многие блогеры пользуются помощью своих подписчиков, то есть подписчики многим блогерам присылают информацию, и блогеры просто ее зачитывают. Ну, ничего страшного, и в том, и в том случае, неважно. Юрий сам накопал эти ответы насчет трамваев, и насчет освещения тех лет, или ему подкинули эту информацию. Да, очень-очень все близко к правде, за исключением того, что Юрий все-таки настаивает, что ход цивилизации у нас был так, как в учебниках истории нам рассказали. То есть, вначале каменный век, потом железный век, там копья стрелы, там алебарды, алебарды, потом какие-то мушкеты и так далее. Нет, на самом деле, 200 лет назад, а точнее с 1780 года, после серьезной катастрофы, неважно, какая она была, была, мы были откинуты вот сейчас до феодального строя. То есть, еще 230 лет назад, или сколько там, 250, технологии были в десятки раз превышали тех, в которых мы сейчас живем. То есть, сейчас мы по сравнению с ними в каменном веке. Тогда была техника, которая не использовала ни бензин, ни керосин, ни солярку, там, ничего там, ни ток, ни газ. Ну, вот, пока все. К слову, если вспоминать курс географии, ну, я помню, что, например, если взять, получается, Австралия, например, она, если ее, как бы, по глобусу приподнять, она идеально входит в то место, где, по-моему, Индийский океан, вот, в то место, а Северно-Юзная Америка, если ее подвинуть к Евразии, то получится, как бы, такой единый континент, который был раньше, считается, что раньше был единственный континент, и он, как бы, разделился. Ну, да, но это, вот эти контуры, они появились исключительно благодаря технике, который я обозначил 20 минут ранее, то есть это все-таки техника вырабатывала вот эти контуры. Значит, она была очень гигантская, что смогла, скажем так, за один подход обозначить контуры, которые на двух континентах между собой совпадаются. Ведь ученые нам как навязали термины? Значит, континент по современной науке, это есть континент Америка, а есть, да, континент, допустим, Азия, да, а есть материки, то есть материки это уже... Есть Америка-континент, но Америка-континент, насколько я помню, из современной науки делится на два материка, то есть Северная Америка и Южная Америка, это два материка, насколько я понимаю, ну и Австралия тоже считается материком. но если я вдруг современную науку забыл немножко терминологию я думаю меня поправит я себя слышу почему-то и как такой эффект эхо получается да к сожалению иногда все проходит реально так как я никогда не пользуюсь наушниками в основном все проходит великолепно сейчас я звук постарался сделать на колонках тише это из-за того получается что микрофон иногда слышит колонки и потому что я колонки немножко сделал тише чтобы это и микрофон к себе ближе подвину а тогда кстати в первый раз когда был созвон самое интересное что мой микрофон стоял чуть ли не вплотную колонки сантиметров 30 от колонки как бы я вот это общался сейчас получается я микрофон завел за монитор колонки за монитором находится все-таки чувствительность микрофона реагирует я даже когда-то прочитал точнее прослушал аудио рассказ он короткий я сейчас забыл как он называется значит по сюжету этого художественного рассказа нам пытаются донести как появились леса некоторые леса в европе значит там свое время приехал один журналист и увидел мужчину которым занимался тем что самостоятельно брал желуди дуба и потихонечку их выращивал и там по сюжету этой книги когда уже журналист этот приехал к этому человеку по моему через 40 лет он уже настолько далеко про продвинулся на территории этой европе то есть он посадил по сюжету этой книги более не ошибаюсь 30 тысяч дубов за это время но это нам этот рассказ дают понять чтобы мы хоть как-то не волновались на самом деле это все происходило засадка вот этих всех деревьев которые есть на территории современной правильно говорить не евразии а правильно говорить ассия то есть на современной ассии на вот этом большом назовем условно материке свое время более высокотехнологичными цивилизациями начата засадка деревьев которые мы уже люди потом подхватили и я вот в своих роликах хотел разобрать один момент наверно он пойдет в эту запись интересный факт про динозавров которые хотел озвучить лукас сторона откуда мы пришли была покрыта деревьями 6 7 метров высотой я помнил как этот край выглядел в 1913 году это была пустыня мирный регулярный труд животворящий воздух гор умеренность в пище и безмятежность души наделили этого старика недюжинным здоровьем это был атлет от бога интересно думал я сколько еще гектаров он засеет деревьями и еще как курить арбузы и и